Микс Ньюс Глава туроператора Тест Тур Латвия Константин Пальгов сегодня в нашей студии Здравствуйте, доброе утро Доброе утро, всех с первым сентября на самом деле Действительно самая главная новость Линейки будут, говорят не все Не во всех школах, да, там каждая школа решает по-своему Там, по-моему, в тех школах, которые поменьше Они стараются как-то избегать Тех школ, которые побольше Они все-таки устраивают линейки У нас есть сотрудники, у которых дети пошли в первый класс В этом году и есть какая-то Такая обида, что невозможно Нельзя цветы приносить, сказали Ну, как-то так, сказали без цветов Может быть, это именно в этой школе Так что, наверное, какие-то У кого-то хорошие воспоминания Я, например, точно помню, что было Мое первое сентября до сих пор Обязательно с гладиолусами, конечно Да, это комплект такой, да, обязательный Но, тем не менее, вот я понимаю, что Школа школой, но тем не менее У многих сентябрь всегда ассоциировался Еще и с бархатным сезоном И возможностью, кто не отгулял отпуск Скажем, летом отправиться куда-то Попутешествовать И в этом году, я понимаю, особая ситуация Очень сложная ситуация И она все время меняется И вот люди некоторые просто Ну, в недопонимании Что происходит В какие страны вообще открыт Въезд, какие нет Спасибо большое, что пригласили И поговорить на эту тему Потому что один из редких случаев Когда приходится не рассказывать О успехах, о каких-то новостях Которые позволяют развивать бизнес Сегодня, наоборот, такой эфир Который, наверное, стоит посвятить тому Что отрасль туризма вошла в глубокое пике И как бы не хотелось надувать щеки И улыбаться очень широко И говорить, что сезон был очень успешный Я хочу сказать, что сезон прошел И мы его даже не заметили То есть сезона практически не было Это, на самом деле, огромная печаль Если так, в одну минуту уложиться в негатив И сказать, что, возможно, очень многие люди В скором времени могут потерять работу Это ничего не сказать То есть, на самом деле, ситуация драматическая Я сейчас даже говорю не так, как директор Одной из крупнейших компаний в стране Я, конечно, член правления Ассоциации Туристических агентств и операторов И наше волнение, наша тревога Заключается в том, что мы понимаем Что вторая волна кризиса приходит И реакции со стороны государства Нет практически никакой То есть все думают, что она сама собой рассосется Все, кто сейчас слушают Но те, кто не переключился Все понимают о том, что Аэропорт закрыт практически Самолеты практически никуда не летают Не состоялось около миллиона полетов Для людей, для миллионов людей Полеты не состоялись этим летом Я говорю только про латвийских путешественников Десятки тысяч людей не поехали в отпуск И это означает в том, что индустрия Которая или принимала здесь туристов в Латвии Или те, которые отправляли людей Столкнулась с невероятным кризисом Который равняется падению в 90% Основная цель моего сегодняшнего визита И публичных высказываний заключается в том Чтобы привлечь срочное внимание правительства К тому, что отрасль нуждается в незамедлительной поддержке Вот то, что я сейчас говорю Мне не очень приятно говорить Это нет никакого желания начинать понедельник Тем более 1 сентября с такой информацией Но 1 сентября, например, заканчивается Мораторией на подачу от банкротствия Которая вводилась после введения чрезвычайного положения Когда была первая волна То есть начиная с завтрашнего дня Можно ожидать, что некоторые туристические агентства Не смогут справиться своими обязательствами И наступит очень неприятная неделя Когда мы вынуждены будем констатировать Что кризис не просто вошла в пике Она начинает гибнуть Я не хочу... Конечно, большим компаниям очень легко Они справятся, я думаю, что без проблем Разговор идет о сотнях компаний О тысячах людей Которым необходимо продолжить свою работу И это случилось совсем не потому Что они неправильно релили свой бизнес Потому что были какие-то тактические Или стратегические ошибки Потому что 20 лет назад Была неправильная выбрана сфера деятельности А заключается в том, что в один момент Практически в один момент Аэропорт стал закрытым Были закрыты границы И тогда, когда мы имели коротенькую возможность Например, предоставить чартерные рейсы Из Латвии в единственное направление Грецию И смогли в окошко вписаться с 5 июля по 22 августа Это все, что мы успели сделать На протяжении практически 6 месяцев И, конечно, у больших есть подушки безопасности Которые полгода могли ожидать с 12 марта Когда было объявлено чрезвычайное положение А что делать маленьким? Я действительно обращаю внимание Я знаю, что репутация вашего радио Достаточно высокая И его слушают И я понимаю, что слушают и те, кто работает в индустрии Я бы хотел, чтобы они тоже высказывались Если есть такая возможность И чтобы слышали те, кто принимают решения О поддержке отрасли Потому что кризис наступил не во всем государстве Не во всей экономике Это только часть экономики Причем не самая большая Которую легко поддержать Надо просто обратить внимание И понять, что необходимо Надо вступить в незаметительный диалог с индустрией Через ассоциации Через Министерство экономики Для того, чтобы понять, что необходимо сделать Вот сейчас мы поговорим, что необходимо сделать Я попрошу вас надеть наушники У нас просто дозванивается слушатель Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста Да, доброе утро И хотелось бы еще акцептировать вот на чем Вот смотрите, да, понятно, кризис у вас в вашей отрасли Но что вы сделали, чтобы выходить из кризиса То есть кризис, или ровно на табареточку У нас кризис, нам нужно денег Потому что, например, я знаю, что многие Ну, вру, не многие А некоторые туристические компании Перепрофилировались на местный рынок У них шикарные пакеты для местных поездок И они полностью забиты Вот попробуйте что-то забронировать У Travel Lux, например, невозможно И у них все хорошо Это раз Во-вторых, почему, например, вы бы не договорились Какой-то отдельной страной Чтобы, вот, предположим, возьмем Грецию Взять один отель Этот отель закрыть полностью для посещения И в него бы прилетали самолеты только из Латвии У нас внутри нет вспышки ковида Мы отсюда прилетаем в этот отель Не выходим за рамки отеля А пользуемся большой, огромной территорией отеля И наслаждаемся Почему нельзя было договориться о чартере Только в одну точку, в один отель Без контактов с окружающими жителями этой страны Много вариантов, которые можно было сделать Спасибо, я понял Да, спасибо огромное К сожалению, не все смог услышать Я повторю, да Значит, первый вопрос был по поводу того, что Некоторые компании пытаются перепрофилироваться Именно на бизнес по Латвии И поскольку мы в рамках страны Не получается отдохнуть где-то Словно говоря, в Болгарии, в Турции Может быть, можно где-то в наших латвийских Спасибо, во-первых, за вопрос И звоните, если можно Потому что не хотелось бы, чтобы это был монолог Самое главное Вы правы в том, что перепрофилироваться необходимо Просто это индустрия, которая Не хочу приводить таких ярких каких-то сравнений Но все-таки это как Мартеновская печь Ее невозможно остановить, если комплекс мероприятий И методика построения бизнеса связана с заграничными поездками С чартерными рейсами Перепрофилировать огромные потоки на внутренний рынок Невозможно Даже вот простой пример в том, что Гостиницы Юрмале 5 звезд Только одна или две Все, вот если вы понимаете, о чем мы говорим То если на Анталийском побережье только Их около 300 И только про гостиницы говорим 5 звезд То на побережье Латвии только две Причем правильно, я уже успел услышать Вас в наушниках, что цены, которые сейчас Вламывают, я уже не постесняюсь этого слова Местные гостиницы, они близки уже к Ницце, наверное Или попробуйте купить билет Вылететь на ограниченное число рейсов Которые, возможно, вылетают еще из аэропорта Рига Вы увидите цены там больше, чем за полтысячи евро Например, хоть какую-нибудь дальнюю популярную Европу Это связано с тем, что резко сократилось количество предложений Потому что невозможно летать Ну вот в связи с этими ограничениями Поэтому ориентироваться только на местный рынок Огромным компаниям, которые не имеют возможности Оперировать большими потоками Это просто невозможно В этот же самый момент повезло тем, кто действительно Летом смог открыть двери своих гостиниц Зимой они просто катастрофически закрывали свои гостиницы Если у вас была возможность пройти, например Не буду называть название Просто в центр города, в любую гостиницу Это была фантасмагория Потому что были практически заколочены рестораны этими щитами Чтобы люди туда не ходили Полувыключен свет, никого нет на ресепшен И просто проходной двор Единственное, была открыта дверь Все, ничего другого не работало Это было зимой Конечно, летом они повышают цены настолько Насколько позволяет им спрос, который существует И естественно, если сейчас граница открыта Латвия, Литва, Эстония Мы начинаем ездить друг друга К нам приезжали литовские К нам недавно приезжал наш директор из Вильнюса Он говорит, я не могу поехать в Палангу Потому что там цены такие, что мы вообще не можем отдыхать Мы лучше выбрали в Юрмалу То есть в этом отношении они как-то вписались Но я знаю, сколько они заплатились за свой номер Я прошу прощения Никто, не так много людей могут поехать на внутренний рынок По тем ценам, которые сейчас есть Это первое, коротко Теперь по поводу Греции Если вы знали, но это не дело эфира Рассказывать вам, какие мы предполагали Сценарии Сейчас главной организации в стране Которые регулируют открытие и закрытие границ Как оказалось, это СПКЦ Какие мы только варианты не предлагали Для того, чтобы они дефинировали И острова, на которых действительно ситуация похожая И дробить регионы Которые по официальным мнениям стран Действительно не заряжены А города большие, куда мы не летаем Там совсем другая атмосфера Это никак невозможно повлиять на решение Потому что принимать комплексное решение Связанное с кумулятивным результатом данных по стране Никакие регионы не дефинируются И поэтому просто поехать даже в какой-то отель Как вы сказали Это еще более утопичный сценарий Для СПКЦ Который в открытую говорит Что у нас были официальные конференции с ними Которые официально говорят Мы вообще просто не рекомендуем никуда ехать Мы это понимаем Мы не за то, чтобы вся страна приехала зараженной из отпуска И просто для того, чтобы индустрия работала Мы хотим понять, что такими решениями, которые принимаются Просто гробится другая индустрия Вот любой другой директор, который бы сидел в компании На моем месте, сказал бы то же самое Думаю, что более ярко И если мы сейчас говорим о том, что решения принимает государство И мы хотим разделить этот успех, который сейчас у Латвии есть в Европе Но просто мы понимаем, что это сделано в том числе за наш счет За счет того, что мы не можем работать в течение шести месяцев Это же не связано с тем, что мы вели неэффективный бизнес Что мы не очень удачно выбрали направление Или не могли справиться с конкуренцией на различных рынках Это просто нам один день закрыли, ну грубо говоря, кислород А если брать более широкое, не только Латвию, Литву, Эстонию А скажем, мировые туристические компании Насколько там есть ли поддержка? Похожая ситуация везде, к сожалению, ситуация похожая Я не знаю, вчера просчитал о том, что немецкое правительство Выходит инициативу в Европейскую комиссию С тем, чтобы унифицировать Все унифицировать, связанное с недопущением Односторонних закрытием границ И односторонних правер, которые в каждой стране различны Для того, чтобы понимать и просто не стагнировать рынок Потому что, например, в Латвии 4% ВВП составляет туристический сектор Конечно, если мы хотим сохранить хотя бы 4%, мы должны как-то его поддерживать Мы должны понимать, что сделано Я должен быть честным и сказать, что когда была первая волна Конечно, Министерство экономики поддержало достаточно эффективно и оперативно То, что было сделано То, что было необходимо отрасли Разными инструментами, не буду их перечислять Это на самом деле было сделано И никогда не хочу ругаться с ними Не потому что боюсь А потому что понимаю, что они тоже столкнулись с таким вызовом Необычно Не знают, как это сделать Как принимать решения Но, в общем, в диалоге все было найдено Смысл моего сегодняшнего визита заключается в том Что вторая волна, она более страшная Потому что, на самом деле, если раньше мы понимали Были правила, были законы и были сроки Сейчас мы не то, что не можем планировать Мы не понимаем, как выдерживать дальше И насколько распространится эта ситуация именно на туристический сектор Ведь есть секторы, которые хорошо зарабатывали Я видел отчет банков, которые частично говорили о том На какое было предпочтение у платильщиков кредитных карт в этот период Январь-февраль по сравнению с июлем-августом Достаточно много влиятельных сфер экономики, которые заработали Ну, не заработали, у которых оборот больше, чем на 20-30% Стал бы в июле-августе из-за того, что границы стали закрыты Все остались здесь Это ритейл, это, ну, ритейл в первую очередь Это торговые центры, это фуэл Это, ну, другие, не буду сейчас перечислять И авиация, которая на самом деле Ну, я не президент AirBaltic, но, может быть Помогу ему сказать, что падение до 70% это ужасно То есть, на самом деле, когда мы одной рукой 250 миллионов Увеличиваем памат капитал для AirBaltic А другой стороны мы закрываем границы И не понимаем, что нужно делать Я хотел спросить, насколько эффективны решения И мы понимаем, насколько долго это будет Я такого анализа пока не видел У нас продолжаются звонки Да, доброе утро, здравствуйте, пожалуйста Ваш вопрос Говорите Так, тогда другой принимаем Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Может быть, из негатива постараться получить позитив И посмотреть более широко Сколько можно ездить на Канарские острова, где вода И зимой, и летом 19 градусов Есть Пухет, куда можно полетать Есть Куба Та же самая Доминикана, недорогая Где огромные отели с огромной территорией Где вообще нет проблем с коронавирусом Вот, может быть, эти направления стоят Спасибо, да Ну, я думаю, что это те советы, как бы Советы Ну, нет, совершенно правильно Негатив, никто не уходит И не хотелось бы, на самом деле Проблема в том, чтобы услышали И еще раз повторяю Что любой директор, который бы сидел в вашей студии Говорил примерно бы то же самое Что касается дальних направлений Полностью согласен с вами Есть две проблемы Первая проблема У нас в Латвии нет таких самолетов Которые могут долететь до тех Курортов Летать всегда через пересадку Особенно сейчас, когда через крупные хабы Я бы, честно говоря, даже Ну, не то, что не советовал Ну, наверное, просто бы воздержался Все-таки прямые рейсы на 50% Выглядят более безопасными, да Таких самолетов в Латвии нет и не предвидится Поэтому Это первое Второе Таиланд некоторые острова открывает Некоторые закрывают И практически страны, которые сейчас открыты для туристов Их можно перечислять на всего На одной руке На совсем немного таких направлений Что касается канарских островов Не мы их придумали Мы лишь делаем те направления Которые пользуются огромной популярностью Если вы знали, сколько латвийских людей Сколько людей из Латвии живет там Сколько имеют недвижимость Сколько путешествует как туристов Думаю, Таиланду, конечно, далеко Тем более Кубе А уж тем более Доминикане Конечно, Доминикана дешевая Но, повторяю, не имея крупных бортов Их в Латвии не появится в ближайшие Думаю, что в ближайшей перспективе точно не будет Сделать сопоставимые цены Которые есть, например, у стран Которые обладают 300-местными самолетами Будет достаточно сложно Но, если, конечно, лететь можно Можно и в припрыжку улететь с двумя-тремя посадками Только это совсем другая история Не другая цена, конечно А насколько, что нужно? Вот мы как-то все время говорим о том, что отрасль нуждается в поддержке Вот какими могут быть меры поддержки государства на этом этапе? Я думаю, что в первую очередь необходимо проанализировать Насколько ситуация критична для сохранения положительного результата С заболеванием в Латвии И объяснить, что границы должны быть закрыты вот на такой период Это первое, это аналитика, которая должна включиться И не просто сказать, мы не рекомендуем никуда летать А все-таки, ну, чуть-чуть добавить здравого смысла И сказать, что мы не рекомендуем летать вот в такой промежуток Если мы планируем бюджет страны Мы понимаем доходную часть, расходную часть Мы планируем и занимаемся нормальной практикой В любом бизнесе происходят те же самые процессы Мы должны планировать и понимать правила игры Как мы это можем сделать Если мы не знаем, сегодня мы отправляем самолет А через 20 минут мы тот же самолет отправляем Вернее, другой же самолет отправляем Чтобы вывезти этих самых туристов Это никакой не бизнес Это просто, ну, почти Ну, не назовем это издевательством Но просто это отсутствие действительно аналитики, планирования И просто здравого диалога с индустрией Которая нуждается в правилах Которые устанавливает правительство В связи с этими ограничениями Повторяю, мы только за Если результаты Латвии будут лучшими в Европе Но мы понимаем, что эти результаты достигаются Еще большей ценой за счет индустрии Которая, ну, вот, например, моя компания заплатила За последние 10 лет налогов на 6 миллионов евро Я думаю, что одна из успешных компаний в стране Но не надо доводить до абсурда Чтобы просто в один день закрыть все И сказать, а мы ничего не знаем Вот такая ситуация У нас продолжаются звонки Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Константин Пальгов Лаватур-оператор Тест-Тур Латвия Да, пожалуйста Доброе утро Доброе Мы купили путевки в Египет Да Понырять И в Акедатуре нас уверяли, что с 15 сентября Возобновляются полеты Это так? Нет, к сожалению, не могу сказать, что с 15 сентября будут полеты Потому что Египет вообще не вошел ни в какой список СПКЦ Которые как-то регулируют открытие или закрытие границ Это очень странно для меня Я задавал вопрос ответственным работникам СПКЦ На основании чего делается список стран не ЕУ Которые вы рекомендуете летать или где эпидемиологическая ситуация хорошая Я спрашиваю, почему не вошел Египет Ответ Потому что Ну, может быть, не дословно, но по смыслу Потому что нет достоверных сведений, связанных с эпидемиологической ситуацией Я смотрю на этот список Там есть Там список небольшой, на самом деле, этих стран, которые не входят в ЕУ На этот список я смотрю А в Тунисе вы уверены? А есть Руанда еще, которая рекомендует Есть еще Уругвай Я говорю, у вас действительно все уверено? Дальше молчание и другая тема Смена повестки происходит Я говорю, а вы знаете, что, например, одни из самых главных направлений Возьмите ручку Ну, не хамил, но так, но достаточно уже настойчиво просил Пожалуйста, возьмите ручку, запишите Есть Турция, есть Египет Есть страны, куда тысячи путешественников отправляются Эти страны важны для того, чтобы Ну, как-то оценить их, хотя бы спрогнозировать Мы можем летать в эти страны Зимой, осенью, следующей весной Когда можно? Ну, вот ответ был такой, что мы вообще никуда не рекомендуем летать И, конечно, это такое пренебрежение Я бы не назвал это хамством Но совершенно такое отношение Которое, вот куда мы скажем, туда вы и полетите Вообще, как феодализм какой-то Ну, вот когда мы беседовали в этой студии Ну, правда, это было довольно несколько месяцев назад По-моему, представителям Министерства экономики Вот с кем-то Я помню, что прозвучала такая фраза Что это касалось ресторанного бизнеса Что вообще нужно ли помогать этому бизнесу В конце концов, вот кто-то Ну, когда Даже если он вымрет Когда изменится ситуация Это сразу же Ну, откроются новые Придут новые люди, новые рестораторы С новыми идеями На том же месте, где закрылся один ресторан Обязательно возникнет другой Вот проводя аналогию Вот тьфу-тьфу-тьфу Ну, вот если Такая вот будет логика Вот возможно ли восстановить Отрасль церуин Вот просто Да Логика правильная Потому что действительно выживут сильнейшие Здесь разговор не идет о больших игроках Повторяю еще раз Большие уже вытерпели Смогли переорганизоваться Перегруппироваться И они найдут как возможность У них есть диверсификация рынков И с разных рынков летают Например Странная история, конечно Так через запятую Если в скобочке поставить Что, например Из Литвы можно в Амстердам летать Из Латвии нельзя Из Сталина можно летать в Минск А из Риги нельзя Из Амстердама можно летать в Стамбул В Турцию А из Латвии нельзя Но, наверное, там результаты вот такие плохие У нас такие хорошие Окей, это я согласен Что касается Но, тем не менее Правила у всех разные Например, из Германии Можно летать в Анталию Я в СПКЦ спрашиваю Вы знаете, что Германия летает в Анталию Я спрашиваю Что немцы здоровее латвийцев? Или они не понимают Газет не читают Что как бы вирус по миру гуляет Ответ был такой У них медицина покрепче Я говорю, хорошо Вопросов нет Тогда почему Другие страны, например Литовцы летают в те страны У них что, медицина тоже крепче Как в Германии В общем, такое Есть двойные и тройные Какие повороты На которые ответ Получить очень трудно Что касается Можно ли Переформатировать бизнес И Встать на место Большому счету Конечно, если кто-то Делает диван И их бизнес Прогорел Конечно, это связано с тем Что нет просто никакого спроса Это объективная причина Почему Компании прогорают В основном Но есть несколько других Кто-то выстраивает пирамиду Просто тратит деньги И убегает Потом И компания разоряется И так далее Но, как правило, если нет спроса Все Эффективность И экономическая целесообразность Ведения бизнеса отсутствует Приходят другие Которые с диванов делают кресло И все идет хорошо Какое-то время Здесь ситуация совершенно другая Есть успешный бизнес Компании Которые имеют Оборот за 10 лет Почти 250 миллионов евро И в один день Просто говорят А вот теперь С сегодняшнего дня Вы не работаете Почему? Потому что мы закрываем границы Ну хорошо Если так происходит Давайте тогда Мы должны говорить Что эту отрасль Надо сохранить Во-первых, это рабочие места Это 10% рабочих рук В индустрии работает Это 4%, как я сказал, ВВП Если нам не надо Мы тоже с этим согласны Но тогда вы приходите Скажите Нам с марта месяца Ваши услуги Мы понимаем Что разговор идет в длинную Нам неинтересно Но мы должны понимать Если мы в один день У нас вчера в офисе Было собрание Я говорил о том Что, вы знаете Если вот такая ситуация Будет происходить Мы должны будем сократить Работников Мы последняя компания Которая не сокращала Все сократили Но мы понимаем Что на седьмой месяц Мы уже не можем Вытягивать все налоги И все заработную плату Вы бы слышали Эту грубовую тишину Я приглашаю Те, которые принимают Такие решения Приходите Через 2 недели Надо будет все-таки Реализовать Это мероприятие Потому что Если работы не будет Мы действительно Должны будем сократить людей Ну скажите им Почему нужно так сделать Не стесняйтесь Ну вот есть Действительно Когда мы говорим О двойных стандартах Совершенно непонятные вещи Например В той же самой Европе По-моему Там были какие-то Вот проблемы Я не помню Сейчас или с Франции Или с Испании В то же время Из Германии Принимали И человек мог Совершенно спокойно Перемещаться Из той же самой Франции В Германию Как будто бы он прилетал Уже из Германии И его не касались Думаю Думаю, что все это знают Это знают на бытовом уровне Думаю, что все знают И политики И ответственные лица Которые принимают Решения о контроле Думаю, что они понимают Что стопроцентный контроль Сделать невозможно Иначе это уже Выглядит совсем по-другому Но вот ввести резкие ограничения Ну кстати говоря Никак не объяснив их Кроме необходимости Спасения ситуации С эпидемиологической точки зрения Другого ответа никакого нет Все-таки я понимаю Еще раз Хочу еще раз объяснить Тональность разговора Что нельзя это перекладывать На индустрию Которая очень долго приносит И будет приносить Достаточный доход И занимать рабочие места Давать рабочие места Очень многим людям Люди, которые работают в туризме Они высококвалифицированный персонал Это люди, которые знают Несколько языков Которые знают навыки Которые обрадают Специальными знаниями Для того, чтобы организовывать путешествия Ведь для того, чтобы 22 августа Привезти 400 человек сюда В Латвию из Греции Это без обиды диванным комментаторам Это немножко другой уровень знания и опыта Для того, чтобы организовать И сделать даже такое трудное мероприятие Поэтому это на самом деле Не всегда просто Вернее, просто иногда рассуждать о том Что можно переориентироваться на рынок И быстренько там продавать что-то другое Как нам, кстати говоря Из кабинета министров говорили Это вообще, я считаю, недопустимо Когда людям просто говорят Ну вы переквалифицируетесь Это было... Ну не буду называть Я думаю, что это неудачная коммуникация Не буду говорить уже Кто это говорит Но те, кто работают в индустрии Эту фамилию хорошо запомнили То есть это речь идет о том Что прямо вот открытым текстом Предлагают просто сменить профиль работы И искать другую работу Все, что мы сейчас просим Просто еще раз обратить внимание на то Что индустрия нуждается в поддержке Мы думаем, что Все-таки я предполагаю Что есть неудачная коммуникация Конечно, туризм не самая главная отрасль Для экономики Но одновременно с тем Когда мы столкнулись с таким Непреодолимым препятствием Когда нужно было закрывать вообще все чартерные рейсы Наши новостные порталы Были заполнены Беларусью, Навальным И другими новостями Кроме того, что происходит у нас в стране Мы бы хотели обратить внимание Что ребята, есть тысячи людей Которые могут очень скоро потерять работу Пожалуйста, обратите на это внимание Еще раз повторяю Что говорю это от имени Ассоциации Латвийской Ассоциации Туристических Агентств и Операторов Куда входят сильнейшие компании Которые сегодня после 9 утра Распространят открытое письмо К правительству Латвии О том, чтобы это все было услышано И аргументировано И не было Выглядело как эмоциональные какие-то поступки Или притянутые за уши мероприятия Которые под видом ковида Отрасль просит как-то там помочь материально Это не связано с такими поступками Это связано действительно с ситуацией Которая сложилась в индустрии В транспорте, в авиации Последние 6 месяцев Есть у нас очень много звонков Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Константин Польгов Доброе утро Меня зовут Константин Подтверждаю каждое слово Сказанное вашим гостям По поводу отношений госорганов Я, конечно, не в туристическом бизнесе Занимаюсь инженерными сетями Но ситуация абсолютно та же самая Хамство, чванство, некомпетентность Я бы даже, если бы не радиоэфир Более непечатным это все слогом бы приложил Да, но суть вопроса моя следующая То есть, ну, присказку мы все знаем Да, мы же плакали, кололись Но продолжали есть кактус Что заставляет вашего гостя И всю ассоциацию турфирм Продолжать вести бизнес в Латвии Почему бы не перерегистрироваться в Эстонии Где, как мы знаем И отношения службы госдоходов Намного лояльнее И удобства введения документации И отношения государства У меня уже многие друзья-предприниматели Это сделали Почему бы вам не перерегистрироваться И не платить те самые 250 миллионов за 10 лет Но уже в эстонский бюджет Спасибо Спасибо большое Спасибо Откровенно отвечая на ваш вопрос У нас есть представительство И в Латвии, и в Литве, и в Эстонии Мы ежедневно общаемся с нашими директорами Которые работают в этих странах И действительно знаем разницу И в подходе, и в скорости И в отношениях Мы это понимаем прекрасно Я бы не хотел сказать Что Латвия выделяется в более негативную сторону У каждой страны есть свои особенности Это связано с законодательной базой Связано со многими вещами на самом деле И, как я сказал, первая волна Которая была от Министерства экономики Достаточно оперативно была сделана Но думаю, что оперативность Это была вызвана тем Что в стране было введено чрезвычайное положение Его нужно было как-то регулировать И тогда появились законы И необходимые инструменты Для того, чтобы это чрезвычайное положение И последующая документальная законодательная база Была быстро принята И эта сфера была урегулирована На данный момент опять аэропорт закрыт Но чрезвычайное положение не введено Я понимаю, что его незачем вводить Потому что все дома Если вы зайдете в воскресенье Например, я был в торговом центре Спица Я такого не видел с Рождества Там миллион людей просто То есть все остались дома И понятно, что в экономике нет кризиса никакого Есть секторы, которым необходимо помогать Печально, что нужно говорить об этом в открытых письмах Или с каких-то открытых площадок Для того, чтобы услышали Но я все-таки понимаю, что министерство все-таки слышит Я не хочу тут совсем тень на плетень говорить И сказать, что ребята Ну как бы совсем не занимаются нами Но, конечно, мы знаем разницу Которая существует в трех странах И, безусловно, хочу сказать, что она есть Продолжаем принимать звонки Здравствуйте, пожалуйста Вы в эфире Доброе утро Ведущая Олег Пекка, да? Да, да Во-первых, с днем рождения Спасибо Во-вторых, аббревиатура Вот Гацанин Пальков говорит И непонятен смысл СПКЦ Вы расшифруете аббревиатуру Что решает эта структура институции И третье Вот кто вам сказал Что вы должны обихаживать вот этого человека Который сказал Переполифицируйтесь То есть у вас что, Красный Крест Они выдают такие первые А вы так заботливые Я не скажу, кто это Вы знаете Причем мы должны этого знать Спасибо, спасибо Спасибо, Ваше Да СПКЦ Нет, первое С днем рождения, Олег Спасибо А у вас оказывается сегодня Так что, да Думаю, что многие хотели бы поздравить вас Спасибо Второе СПКЦ Это центр профилактики Контроля Контроля по профилактике здравоохранения Сливим профилактика Ну, в общем, мы уже только запомнили аббревиатуру Да, то есть это тот самый Тот самый центр, который регулирует И выпускает каждую пятницу на своем сайте Информацию, какие страны открыты-закрыты Причем мы спрашиваем, откуда они берут Они просто берут эту информацию с европейских источников Которую мы тоже теперь смотрим И понимаем, что это делается в пятницу в 5 часов вечера И когда в нашей конференции участвовал в том числе аэропорт Рига Когда я сказал, вы понимаете, что происходит в 5 вечера Когда вы в пятницу объявляете А все, например, чартерные рейсы обычно улетают В субботу и воскресенье Начинается просто Ну, вы не видите, вы, наверное, закрываете офис и идете домой Потому что в 5-10 мы пытались вам как-то дозвониться по телефону Эти телефоны стоят на автоответчиках Ну, мы готовы с вами поговорить в понедельник Поэтому в этом отношении это та организация, которая сейчас такая комбинация очень СПКЦ, еще раз, те, кто регулирует и следят за здоровьем И анализируют ситуацию и выставляют фактические результаты И тревел-бизнес, это, конечно, комбинация достаточно странная И, по большому счету, отдано на откуп Просто непонятно кому Потому что, ну, как сказать Если авиакомпания AirBaltic недавно выпустила свою информацию Что это официальное Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо Но у них огромные убытки из-за того, что границы были закрыты Ну, они уволили Первая волна увольнения было 700 человек Ну, послушайте, в такой маленькой стране С одного предприятия увольняют 700 человек А ведь это тоже специалисты, которые прошли обучение Это экипажи, это те, которые потратили большие деньги на обучение Это первое Второе, тот, кто говорит Послушайте, у меня нет Я не политик И, надеюсь, не стану им никогда У меня нет желания заниматься политической деятельностью И говорить о том, кто такие вещи говорит Те, кто работают в индустрии, они прекрасно знают Зайдите в любое турагентство и спросите, если вас так интересует У нас нет желания раскачивать ситуацию У нас есть желание обратить внимание о том, что отрасль нуждается в поддержке Для того, чтобы люди, которые делают неправильную коммуникацию Все-таки были более толерантны и более, я бы сказал, образованы Ну, и вот, скажем, ну, просто мы говорим Примерно, это слимо профилакцессионный контрол из центра В принципе, может быть, мог бы действительно каким-то образом держать человека Хотя бы, чтобы контролировать, ну, вот ситуацию с вылетами Или отвечать на звонки Ну, просто большая была бы поддержка Может быть, я не закончил свою мысль, когда в 5 часов начинается такая эпопея С аннуляции полетов Аэропорт Рига говорит, да, все сидят В 5 часов вечера авиакомпании ждут Какие рейсы галочку снимать, какие снимать И, понимаете, репутационный риск авиакомпании, они просто уничтожены Потому что то, что творится сейчас в интернете по поводу комментариев про AirBaltic Ну, это просто, ну, это тоже очень много людей, которые просто откровенно хамят И не могут разобраться, почему ситуация, кто эту кашу заварил А ведь там тысячи пассажиров летают в день И для того, чтобы обслужить, нужно огромное количество людей Мы не говорим про небольшие компании Которые тоже очень тяжело справляются С практически двойной тройной работой Которая связана с тем, что необходимо просто отменить Перебронировать, получить деньги обратно Заняться с партнерами Вернуть эти деньги обратно в Латвию Выплатить туристам, которые турист орет, кричит, недоволен и так далее И наши репутационные риски и авиакомпании просто уничтожены такими решениями Кто это будет возмещать, когда Когда мы сможем, каким образом мы сможем сказать Что, ребята, мы бы с удовольствием, но, послушайте, не мы закрываем эти границы И я понимаю, что одна из главных проблем – это неясность То есть, какие страны попадут в какой список И сколько продлится эта ситуация Сейчас мы не знаем ничего То есть, мы знаем, научились отслеживать динамику Это в том числе, как это было на прошлой неделе Мы понимаем, какие страны идут вперед Большими шагами, кто откатывается уже назад Но на прошедшие две недели назад информация Из 20 стран Евросоюза 20 было закрыто Вот нас говорят, что мы не должны делать бизнес Ни с Востоком рискованным, ни с Азией и так далее То есть, давайте остановимся в Европе Окей, мы за 15 лет построили бизнес Который необходимо было реализовать на средиземноморских курортах Популярных здесь и у всех европейцев Мы сделали это И все из 27 стран 20 закрыто Куда летать? В Словению, в Словакию, в Венгрию, в Литву Которые, наверное, на этой неделе уже в красном списке были То есть, на самом деле, все все понимают Но какая-то такая Какая-то такая Какая-то кирпичная стена На которой нарисован смайл Такой, ну и все Наверное, уже последний Мы успеем принять звонок Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире Здравствуйте, Андрей звонит Да Скоро, потому что было 15 минут назад Первое Про Про отсутствие больших самолетов Ну так вы же предприниматели Организуйте быстренько самолет Ну, вы знаете Да, Андрей, продолжайте Потому что сейчас Да-да Только быстрее У нас очень мало времени Люфтган затоит, ничего не сделает А второй момент Ну не знаю Так, если у нас проблемы с медициной Предложите государству, что На каждую путевку Каждый человек платит Депозит в 2000 евро Спасибо, да Ну да Повторю еще раз По поводу эффективности Больших самолетов Здесь Даже самым большим предпринимателям Очень тяжело Организовать самолет Который бы окупился Для дальних направлений Думаю, что История с открытием рейса Ташкент-Рига Нью-Йорк Очень характерна И это направление Выдерживает только Небольшой какой-то Промежуток времени Поэтому думаю, что В ближайшей перспективе Таких трансатлантических самолетов Которые готовы лететь Девять часов Как минимум Без посадки Думаю, что не будет Это объективно Не потому, что не хочется Это можно сделать Кстати говоря Это не так трудно Действительно Самолетов в мире Сейчас навалом Просто их не окупить Это не в передаче Одно Это так Поверьте на слово А вторая часть У нас была Это Так, а вторая часть По поводу Что-то Здоровье То есть Дополнительная Страховка Да, мы предлагали Тесты такие И так можно сделать И просили Какой-то другой вариант Предположить Как это могут Делать немцы Например Когда они возвращаются С курортов К сожалению Ответ очень простой Это Публикация списков Пять часов От СПКЦ Где все Как бы В приговорном Каком-то таком Порядке Нам Приказано Как нам Работать Дальше Следующую неделю И следующий Какой-то промежуток Времени Обращаюсь еще раз Не хочется Нагнетать Вся основная Смысл Сегодняшнего текста От имени Ассоциации Туристических Агентств и операторов Обратить внимание Что если Будет продолжаться Закрытие границы И транспортное сообщение Будет закрыто Отрасль просит Обратить внимание На себя В незамедлительном порядке Но вот если У нас буквально Одна минута Осталась Подводя итоги Что ожидает Впереди Вот я понимаю Что трудный Период Но вот сколько Он может продлиться Сколько еще Может выдержать Мы готовы У нас есть Даже пассажиры Которые до сих пор Даже один из Звонивших Говорил что у нее Есть путевка Куплена на 15 сентября Не то что мы готовы Люди хотят лететь Мы не снимаем Эти рейсы Потому что надеемся Что какое-то решение Органы примут Потому что Как я сказал Ни анализа Ни прогнозов нет Мы не можем Снять своим решением Мы обязаны Выполнять обязательства Но просто Если это решение Откладывается Неделя от недели Мы просто Неделю от недели Эти рейсы снимаем Мы готовы лететь У нас подписаны договоры Со всеми авиакомпаниями В том числе С Air Baltic Они счастливы Будут летать для нас Но просто проблема В том что Границы закрыты Весь персонал Который мы пока держим Еще никого не уволили И следующие две недели Мы надеемся Что сегодняшняя Публикация Открытого письма Правительству И диалог Который все равно Существует И он такой Профессиональный диалог С министерством Министерством экономики Который отвечает За отрасль Будет продолжено Просто в более Динамичном порядке Удастся как-то сдвинуть И первые результаты Увидеть А результаты будут следующие Что потихоньку Границы начнут открываться Или будет методика Оценки рисков Связанной с ковидом Меняться не только в Латвии Но во всей Европе И тогда мы сможем Этим паровозиком Все-таки продолжать Глава туроператора Тест-тур Латвия Константин Польгов Сегодня был в нашей студии Спасибо вам Большую удачу вам И вашему убеждену Спасибо С днём рождения Спасибо